На то, чтобы отчитаться о своих доходах, у россиян остается чуть больше месяца. 30 апреля заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Существует две категории налогоплательщиков среди физических лиц. Первая – это те, кто не обязан предоставлять налоговую декларацию, но вправе это сделать, чтобы получить, к примеру, налоговый вычет. Вторая – те, для кого подача декларации – дело обязательное. Это те лица, которые в первую очередь получают доходы от аренды, как недвижимое имущество, транспорта, другого имущества. Те, кто у нас реализовал свои квартиры, дачи, земельные участки, транспортные средства, если владели этим имуществом менее трех лет. Лица, которые получили имущество в порядке дарения, лица, которые занимаются различными видами деятельности, как зарегистрированный статус предпринимателя, так и разве получившие доходы. Ну, к примеру, давайте, наверное, назову. Это репетиторы. Это у нас много физических лиц, которые занимаются отделочными работами. Список достаточно обширный. Узнать, попадаете ли вы в этот перечень и задать другие вопросы можно на днях открытых дверей. Ближайшие состоятся 27 и 28 марта. Заполнить декларацию можно в специальной программе на сайте Федеральной налоговой службы www.налог.ру. Однако подать документ в электронном виде пока не получится. Его придется распечатать и принести лично в ведомство. По данным на 1 марта жители Чувашии уже предоставили более 29 тысяч деклараций. Тысяча один человек заявил сумму доходов более миллиона рублей. О доходах от 10 до 100 миллионов рублей заявили 10 человек. Начисленную по декларации сумму налога нужно будет оплатить до 15 июля. Ольга Бырчкина, Сергей Рябчиков, Республика.